На Западе сидят и ржут по этому вопросу, понимаете, потому что им плевать и на русских, и на украинцев, и на белорусов, они вообще злобствуют. Я думаю, что если Александр Григорьевич сейчас возьмет на себя какую-то посредческую миссию достижения мира, думаю, у него это получится лучше, чем у других всех остальных. Украинский военный, заметьте, заложник, толковый генерал, он что говорит? Не надо нас гнать, он дает интервью западной прессе и говорит, хватит нас гнать в наступление. Вы понимаете, до него уже начинает доходить, что их просто, знаете, к обеду подают. Вот к саммиту НАТО надо взять какой-то город. Сколько вы там при этом положитесь своих и русских, главное, чтобы Зеленский приехал туда как герой. Военно-украинский начинает это понимать. Возвращение азовцев. Вот спрошу у вас, как у дипломата. Что это, на ваш взгляд, может быть? Какие-то дипломатические игры тонкие, которых мы просто не знаем? Прежде всего, привет братской Белоруссии. И это не какие-то азовцы, это нацисты. Причем их, ладно, мы там, про нас уже, как моя бабушка говорит, собаки не брешь. Батальон азовов официально признан нацистским формированием Конгрессом США. Ну, то есть, это не какая-то бригада, это нацистское формирование. Насколько я понимаю, договоренность была какая. Они обороняли Мариуполь, азов-сталь. Ну, в избежание потерь, они капитулировали и их обменяли, там, часть рядовых бойцов этого нацистского формирования на наших пленах. А главарей, назовем их так, отправили в Турцию с условием, что они до конца войны будут там сидеть и на фронт больше не попадут. Ну, и вдруг Зеленский приезжает к Ардагану и эта договоренность нарушается. Наши власти официально заявили, что это нарушение договоренности. Ну, что это? Такое, кстати, вот вы сказали, как дипломат. Такое бывало раньше. Вот, ну, предположим, да, когда мы наступали на Польшу в 20-м году и практически взяли Варшаву, у нас оказался отрезанным от основных сил рабочей крестьянской Красной Армии кавалерийский корпус ГАИ. И он перешел в восточно-прусскую границу, то есть в Германию, чтобы не попасть к полякам. Ну, немцы его не выдали полякам, но при условии, что в боевых действиях они больше не участвовали. Вот, называется это интернирование, так вот, на международном языке. Но еще раз хочу подчеркнуть, это необычные, там, члены вооруженных сил Украины, к которым, естественно, мы к пленам относимся со всем уважением. И не только потому, что это законы войны предписывают. Вот это все-таки люди оболваненные, большей частью выходцы из нашего общего государства. И, в общем, их надо не только победить, их надо перевоспитать, самое главное. А это нацисты. И то, что турки их выпустили, это безобразие. Я еще раз хочу еще, вот на что обратить внимание. Был подписан договор между Эрдоганом, ну, точнее, присутствием Эрдогана и Зеленского о наращивании производства ударных беспилотников «Барактар» на территории Украины. Хочу сказать, это не разведывательные беспилотники, это ударные, которые убивают людей. Ну, то есть, большего средства по отношению к России мне, например, трудно предстоит. Ну, я почему так спросил про возможные какие-то договоренности, которых мы просто пока не знаем, которые вскроются потом. Буквально вот сейчас стало известно, что, оказывается, через пять дней, после счастливого разрешения ситуации с ЧВК «Вагнер», Путин встречался, по словам Пескова, встречался с командирами «Вагнера». Что еще может всплыть, на ваш взгляд, в этой истории, такого, чего мы пока не знаем? Ну, я, во-первых, хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить президента Беларуси Александра Лукашенко за ту помощь, которую он оказал тогда в тот страшный день, когда он, как правильно сказал, у нас тут всякие эксперты и политики забежали, спрятались под веники, понимаете, когда часть «Вагнера» шла на Москву. И я думаю, что так как Лукашенко сказал, что в случае еще перебросим белорусскую бригаду, вот это, собственно говоря, и отрезвило там людей. Но я что хочу сказать? Ну, группу «Вагнер», как ее Путин называет, да, потому что ЧВК у нас нету по закону, там разные люди. То есть, если кто-то думает, что там одни освобожденные из мест заключения, это не так. И в этой вот авантюре Пригожина там участвовала небольшая часть, плюс. Насколько я понимаю, там многие люди, они не понимали, собственно, что происходит. Им сказали, вот выдвигайтесь туда. Но им же не сказали, условно говоря, убивать там всех по пути или там, не знаю, Кремль разбомбить. Они там просто не понимали, что они делают. И, кстати, вот недавно как раз я с Алтая вернулся, в аэропорту Новосибирска, я беседовал с раненым офицером, бывшим нашего СОБРа, который был в «Вагнере». Он офицер, он никакой, естественно, не уголовник, он ранен. Пуля снайпера прошла недалеко от сердца, и рука у него побита. Вот что он сказал. Он говорит, я вообще удивлен, что Пригожин все это делал. И его заявлениями Пригожина, это вот человек говорит, с фронта вернувшись, что НАТО никак не участвует там в этой всей заворохе на Украине. Он вообще был поражен. Он говорит, да мы речь там слышим часто вот по радиосвязи абсолютно не русскую, не украинскую и прочее. Поэтому он сказал, что если у меня здоровье вот позволит, и я вернусь в строй, я опять пойду. Я думаю, что многие из группы «Вагнера», назовем их так, они так и поступят. Но вот уже по прошествии времени, какую бы вы оценку этим событиям дали? Потому что разные формулировки звучат. Кто-то называет это мятежом, кто-то авантюрой, кто-то ищет какие-то еще конспирологические версии. По вашей оценке, что это было вообще? Ну действительно, самолюбие начало зашкаливать у человека. Понимаете, никто же, например, не говорит, что воюет одно там Министерство обороны у нас, а группу «Вагнера» валяет дурака. Но он-то говорил противоположные вещи полгода. Вот «Вагнер» воюет там, значит, продвигается. А Минобороны то им снаряда не дает, то еще что-то делает. То Герасимов и Шойгу козлы. Причем почему, непонятно. Вот когда спа, что они не так делают? Начинается АУА. И самое главное, опять вот этот офицер, да? Ну он ему за 40 уже. Он в Чечне воевал. Вот этот, с кем я встречался, он говорит, от снарядов было вдовы. Это то, что он сказал, он сам там был. И говорит, просто, как он выразился, артиллеристы, говорит, красавчики. Без них, говорит, ничего бы мы не взяли. Ну, не Артемовск, ну, Бахмут они его там называют. Ну, то есть, понимаете, вот когда неделями один человек в интернете грузит, что воюет только ООН, а остальные вот части Минобороны, они как бы там то ни при чем, то вообще бегут. Понимаете, это абсолютно никак. Вот я же знаю четыре языка, я слушаю американцев, немцев, самих украинцев. Там наоборот. Понимаете, разговор о том, что, к их сожалению для них имеется в виду, российские части проявляют стойкость во время этого контрнаступного. Неожиданную, как они говорят. Что они еще за месяц до первой линии обороны никак не могут добраться вот на Запорожском фронте. Ну, это все они рассказывают. И тут с нашей стороны миллионные просмотры человека, которые говорят, да нет там они все там такие-сякие и прочее. Ну, естественно, люди начинают в это верить. А на самом деле, я хочу сказать, и в рядах группы Вагнера, и в рядах Минобороны, и в других формированиях, ну, люди делают, что могут. Вот, я бы так сказал. Вот, предположим, ну, где вы встретите в аэропорту человека, у которого легкое прострельно снайпера, мы еще руку собирали там из осколков. Ну, что он, дурака, что ли, там валял все это время, понимаете? Поэтому воевать надо не в интернете в основном, да? Это тоже, конечно, важно. Воевать надо на поле боя. Садавал этот вопрос многим вот по горячим следам. Спрошу вас, но уже по прошествии времени, почему вот, на ваш взгляд, понадобилось вмешательство такой фигуры, как Александр Георгиевич Лукашенко в этот процесс? Я надеюсь, что мы с вами все-таки, да, ну, несмотря на то, что у нас сейчас независимое государство, мы же чувствуем себя все равно братьями. Лукашенко, он предотвратил кровопролитие просто, да. Он сберег вот этих вот обманутых, еще раз хочу подчеркнуть, вагнеровцев, ну, и, естественно, наша вооруженная сила. Потому что Пригожин сам сказал, почему он это сделал. И мне многие говорят, ну, что так все просто. С 1 июля, как вы знаете, всем частным военным компаниям предписали заключить контракты с Минобороны, влиться в состав армии. Ну, и все это сделали, кроме него. До 1 июля оставалось не так много времени, да. Он подает заявление в Следственный комитет на Герасимову и Шайбу публично, да, и говорит, что надо их снять, иначе я там не буду в эту армию вливаться. Но, причем опять, почему их надо снимать, я не понимаю. Ну, если 1, 2, 3, может быть. Но вот этот... И у нас народ как-то, знаете, вот у нас в экономических бедах виноваты Набиульна и Силуанов, Силуанов и Набиульна. У нас в военных, получается, виноваты Шайбу, Герасимов. Но в чем они конкретно виноваты, если в течение месяца украинцы не могут сдвинуться с места. Вот бои идут тяжелейшие. Западная техника сотнями поставлена была, понимаете. И они пока еще не дошли до центральной линии обороны. Там Бахмут. Пригожинцы ушли оттуда в середине мая. Прошло 2 месяца уже практически. Там вои окружат, там всех разгромят, там русские сбегут. Ничего подобного пока нет. И даже не вырисовываются. Хотя бои идут очень тяжелые. А на отдельных участках фронта, вот на Северном, да, мы владеем инициативой. Причем, по данным противника, у них там очень тяжелая ситуация. То есть, единственное предложение Пригожина, внятное, которое я слышал, было мобилизовать 2 миллиона человек. А почему 2? А не 5. Или не полтора. Чем их вооружить? Ведь, понимаете, армия не должна быть просто какой-то. Она должна соответствовать выполнению каких-то задач. Под это надо делать. И когда вы спросите людей, а вы за то, чтобы мобилизовать 2 миллиона человек, я думаю, все скажут, простите, давайте разбираться. Вот и все. И самое главное, смотрите, сегодня прошла очередная информация, что Герасимова сняли, да? Сегодня, когда мы с вами записываемся. Мне вот интересно, откуда эта информация из ведущей британской газеты Guardian? Герасимов отстранен. Давайте отмотаем чуть назад. В мае прошлого года украинцы сообщают, Герасимов убит. Там ликование идет, все, его там накрыли чем-то, убит, все. Он, значит, воскрес после этого, 11 декабря прошлого года. Опять британская печать сообщает, Герасимов с позором издан из генерального штаба, значит, его нет. А тогда его как раз назначили, как бы, руководителем вот этой всей военной операции. До этого он просто был начальник генерального штаба, а здесь еще вот, причем почему назначили? Чтобы как раз вот эти все разные формирования, ну, свести под каким-то воспоставленным начальником. И сейчас опять. То есть я исхожу из чего, как просто нормальный человек, что если противник, очень не нравится Герасимов, то они его то убивают, то его с должности постоянно снимают. Ну, наверное, значит, он им сильно досаждает. Ну, а значит, это неплохо для нас, так, что ли, можно сказать? — Согласитесь, сложно было бы представить себе кого-то другого, а не Лукашенко, вот в такой роли. Ну, допустим, из лидеров соседних государств. То есть что это? Авторитет? — Вы знаете, я бы сказал так. Я не знаю, чем Пригожин подумал, но у меня, например, очень высокая оценка белорусской армии. Не потому, что она здоровая какая-то там. Понятно, что по численности она, наверное, естественно, меньше нашей. Но вот в чем вообще сила Белоруссии и в армии, и в экономике, и в политике? Там все советское не бросили за борт, понимаете? Вот как у нас, к сожалению. То есть система воинского учета сохранилась. Лукашенко провел учения по демонстрации призыва, как это и было в советское время, и показал, что белорусы могут быстро, быстро, без всяких проблем мобилизовать большие силы. Со времен советской армии в Белоруссии осталось очень много боевой техники, которые никто не раздербанил, не продал на металлолом, не пропил. Как, к сожалению, опять-таки это бывало. У нас там целые городки пытались продать в Китае, я знаю. Мы противодействовали этому в свое время. Военные городки, я имею в виду. То есть белорусская армия, самое главное, на мой взгляд, сохранилась, как и во всей стране, боевой дух. 7 ноября государственный праздник. 3 июля, главный праздник Белоруссии, я поздравляю наших уважаемых братьев, это день освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов. Когда у нас спрашивают, 12 июня, что отмечают? До сих пор больше половины населения не имеет никакого понятия по этому вопросу. Потому что, если сказать, отмечали принятие декларации, ознаменовавшей начало распада СССР, ну, наверное, все скажут, а зачем же это праздновать-то вообще непонятно. Лукашенко мудро вернул символику сначала, да, и она сыграла большую роль. Вот в 20-м году в Беларуси, там же как бы с одной стороны БЧБ, которые использовали оккупанты в годы войны, да, с другой стороны флаг Белорусской ССР, но фактически, да, скажем так, немножко видоизменен, и победил второй. То есть, и Лукашенко сейчас пришла беда. А на кого опираться? На кого? Вот кто еще? Ну да, я понимаю, что в Латинской Америке главы государства, они так к нам неплохо относятся, но они все равно же далеко, правда? Лукашенко, я должен сказать, он, несмотря на то, что он там, типа, диктатор, там, и не знаю, кто еще, но Минское соглашение, Минское, где было подписано первое, до этого, по Карабаху соглашение, прекратившее там войну, где было подписано? Опять-таки в Минске, да? И сейчас у меня большая надежда на то, что Александр Григорьевич, он ладно, с Пригожиным здорово, но я все-таки надеюсь, что он сейчас возьмется за мирное регулирование на Украине, потому что я думаю, что авторитет его как в России, так и на Украине очень высок. Ну вот после этой ситуации, мне кажется, этот авторитет очень сильно возрос, опять же, и на Украине тоже. Да, абсолютно. Вот я замечаю, что они в своей пропаганде, они стараются его не обижать, я хочу это подчеркнуть, хотя на территории Беларуси находятся наши войска, ну и вообще, как бы Лукашенко демонстрирует расположение к России четко, и в Организации Соединенных Наций Беларусь, в отличие от всяких там других союзников, в кавычках, она всегда нас поддерживает. Даже если мы там в каком-то, ну прям совсем меньшинстве, Беларусь всегда рядом. Вот человек, который, придя к власти Беларуси, первым делом начал воссоздание союзного государства, пытался вот тогда, в 90-е, когда, ну я не знаю, вакханалия шла на постсоветском пространстве, когда все прошлое обливали грязью, он же в 96-м году, Лукашенко, начал воссоздание интеграционных процессов. Он, не Москва, не Ельцин, а Лукашенко. И Ельцину деваться было некуда, понимаете, потому что уже тогда, всего через два года, после прихода к власти, авторитет Лукашенко-то был очень высок. И, понимаете, я последний раз был в Минске в 2012 году, и мы там как-то, значит, беседовали, ну, скажем так, чисто так, не политически, с белорусской интеллигенцией. Врачи там и прочее. Ой, Лукашенко, директор совхоза. Я говорю, а едите вы сколько раз в день? Вот без еды человек может, по-моему, 7 дней прожить, мне кажется, а без гаджетов, предположим, ну, миллиарды людей жили всю сознательную жизнь. И плюс, Беларусь превосходит всю Европу, ладно, нас там, всю Европу, за исключением трех маленьких стран, например, по производству сыра на душу населения. Это 38 килограмм. В Швейцарии, которая, ну, да, считается, 23 килограмма в год на сыры производят. Ну, вас обходят Голландия, Дания и Ирландия, не очень большие страны. А мы производим, например, по сравнению с Белоруссией, сыра в 5 раз меньше. Причем, ну, у нас такой сыр, что не все домашние животные его потребляют, честно говоря. Там, в общем, пальмового масла много. А вот что касается белорусской, скажем, молочной индустрии, я ни одного человека не слышал еще, который бы сказал, да вот там белорусская молочка, фигня какая-то. Нет, абсолютно. Вот ни разу не слышал. Дальше. Вы 40 тысяч тракторов произвели вот до всей этой катавасии в год. Ну, собственно, на вашем тракторе я получал свои права, как тракторист-машинист, там, МТЗ, ну, сейчас Беларусь называется. Вы 40 тысяч. А недавно 4-х миллионы произвел белорусский, Минский завод. Мы произвели в прошлом году 7 тысяч тракторов, причем из них больше половины сборка иностранная. Ну, то есть, получается, тракторов вы производите в 10 раз больше, чем мы. И главное, когда говорят, а для чего? Они вот для того, чтобы, скажем, сыр, молоко и все остальное. Это что же, так сказать, у вас поголовье коров практически на уровне 90-го года. Ну, чуть меньше. У нас оно меньше в разы с тем же 90-м годом. Если РСФСР брать, то кто дурак-то тогда? Ну, получается, молоко, что, оно не важно, что ли, для производства? Вам не кажется, что вот такие вы... ...для комфортной жизни или чего-то другого? То есть, вот такие высказывания, как вы сказали, псевдоинтеллектуалов, они, ну, в них сквозит некая ревность. А Лукашенко, с их точки зрения, вот ездит там, проверяет, как картошку собирать. А он куда должен ездить? Вот мне просто интересно. Перелезать ленточки какого-нибудь, извините за выражение, бизнес-инкубатора, который представляет из себя просто офисное здание. Тупо говоря, где подключено там электричество, еще что-то. И где, черти, что еще потом будет, вообще непонятно. А что надо инспектировать? У нас с удовольствием, может быть, какие-то заводы бы тракторные проинспектировали бы, но их нету. Вы понимаете, вот в Рубцовске у нас, вы говорите, Алтай, там моя супруга, она депутат Компартии от Алтая. В Рубцовске, в районном центре Алтайского края, был мощнейший завод по производству гусеничных тракторов для тяжелых почв. Целина как раз, да? Туда даже Дживахалал Неру приезжал. В районный центр Советского Союза, в город Рубцовск. Сейчас кипит работа на развалинах. Арматуру выбивают, значит, из остатков стены и продают. Вот так. Волгоградский тракторный, ну, ДТ-75, там опять все знают. Вот был Беларусь, основной пропашной колесный Советского Союза. Он есть. Его вот, пожалуйста, можно посмотреть. А ДТ-75, основной гусеничный пропашной, на котором и я тоже работал. Его нет, и завода тоже нет. То есть немцы не смогли разрушить Сталинградский тракторный, ну, то есть его восстановили. А сейчас его нет. Печально. Ну, будем надеяться, что в руководстве Минпрома России все-таки люди с царем в голове и понимают, что надо делать. Во всяком случае, ситуация к этому толкает и нас, и Беларусь, и Россию. И в том числе толкает к кооперации. К кооперации не на словах и не на бумаге, я имею в виду. О, а настоящая кооперация. Вы же помните, Россельмаш, кто спасал в свое время? Ну, крупнейший, для тех, кто не знает, завод по производству зерноуборочных комбайнов на территории, опять-таки, Советского Союза. Ну, кто его спасал? Когда он опять был, как у нас все там, не нужно, не надо, он сохранился, слава богу. И Лукашенко опять-таки сыграл в этом основную роль. Вернемся к событиям на Украине. Мы помним просто массу прогнозов. Все закончится весной, все закончится летом, все закончится осенью. Там убивают людей. Это происходит в рамках некогда великой страны. Понимаете, где люди, в общем, может быть, которые сейчас стреляют друг в друга, ходили в одни школы, в университеты, в высшие военно-учебные заведения. А на Западе сидят и ржут по этому вопросу, понимаете? Потому что им плевать и на русских, и на украинцев, и уж на белорусов, они вообще злобствуют. Потому что те смеют что-то еще там в течение 20 лет из себя, с их точки зрения, выкобенивать. Я очень просил бы Александра Григорьевича. Я думаю, он и сам это прекрасно понимает. Поэтому он и сказал, да, недавно президент Беларуси, что, наверное, к осени, может быть, так он осторожно высказался, можно начать мирные переговоры. Или даже раньше, сказал он, я думаю, почему он так говорит. Зеленский должен был прорвать линию фронта и взять какой-нибудь крупный город. Такмак, желательно Мелитополь. А уж совсем-то хорошо с их точки зрения прорваться Крым. Ну, ничего не вышло. Плюс ему заявили, что мы в НАТО вас ждем, но когда, непонятно. Украинский военный, заметьте, заложный, толковый генерал, он что говорит? Не надо нас гнать. Он дает интервью западной прессе и говорит, хватит нас гнать в наступление. Вы понимаете, до него уже начинают доходить, что их просто, знаете, к обеду подают. Вот к саммиту НАТО надо взять какой-то город. Сколько вы там при этом положитесь своих и русских, главное, чтобы Зеленский приехал туда как герой. Военные украинские начинают это понимать. Наступление принесло им тяжелые потери. Ненужные абсолютно, понимаете. Вот никому, кроме вот этих вот граждан. И сейчас, представляете, ужас в чем. Я не знаю, цинизм полный. Американцы говорят, продолжайте наступать, мы вам кассетные боеприпасы поставим. Что такое кассетный боеприпас? Мы понимаем, что это средства. Начнем с того, что они запрещены, в общем-то. Но сейчас такое время, что на эти запреты, в общем-то, тоже придется высококолокольным. Это средства для убийства масс людей, понимаете. Они же по танкам бесполезны. Ну, там БМП могут пробить. Это для убийства по площади. Я хочу подчеркнуть, что американцы сбросили на Лаос в 60-е годы. Лаос. Сейчас там живет 7 миллионов человек, а тогда жил, по-моему, миллиона 3. Они вот сбросили, вы только вдумайтесь, 279 миллионов. Вот этих маленьких, ну, кассетных, вы можете себе представить. И причем ужас в них еще, знаете, в чем? Там процентов 30 не разрывается. Ну, то есть, они входят в землю, это фактически мины. Причем ее очень трудно разминировать, потому что, если она рванет, сами понимаете, опять во все стороны полетят десятки вот этих вот, либо взрывных, либо просто кинетических боеприпасов, вообще-то варварское оружие. И понимаете, если скажем, а, раз у вас это контрнаступление так не получается, ну, давайте я вам еще чуть-чуть подкинем. Ну, так вообще можно и до ядерного оружия дойти уже, понимаете, в конце концов. Призываю просто украинский народ одуматься. И я думаю, что если Александр Григорьевич сейчас возьмет на себя какую-то посредственную миссию достижения мира, думаю, у него это получится лучше, чем у других всех остальных. Я бы так выразил. Размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси, на ваш взгляд, каким образом повлияло на расклад сил вообще в регионе, в Восточной Европе, вообще в Европе? В данном случае это тактическое ядерное оружие, да, или оперативно тактическое. Ну, то есть, чтобы все понимали, ну, предположим, там до Германии оно там не достанет, до Швеции тоже, это, значит, для того, чтобы сдержать Польшу, Литву и Латвию. Литву и Польшу особенно, понимаете? Потому что эти две страны оказали Украине помощь на душу населения больше, чем США. В планах поляков вообще они никогда от этого не отказывали. Знаете, чтобы Польша стала сверхдержавой в Восточной Европе. Вот как они себя мнили до войны, до Второй мировой, да, чтобы Западная Белоруссия была, их граница шла у Минска практически, Вильнюс был их, у Литвы была столица Каунас, Волыния и Галиция были тоже у них. Ну, то есть, они считали как? На Западе это Франция, а здесь мы. Причем по территории тогда Польша даже больше была, чем Франция. Победительница в Первой мировой. И они сейчас этого хотят. В разных видах. Это может быть какой-то военный блок под лидерством Польши. Так вот, не хватает главного. Беларуси не хватает. Понимаете? Потому что тогда этот блок дырявый получается. То есть, Литва с Украиной и с Польшей никак не сопрягаются без Беларуси. Поэтому наличие ядерного оружия нашего на территории Беларуси, это смысл такой. Да, если сунетесь на Беларусь, будет ядерная война. Ну, соответственно, они, я думаю, не сунутся. Все. Уже так остро не воспринимаются новости с линии соприкосновения, например. Уже даже когда речь идет о Запорожской атомной станции, казалось бы, ну, это очень опасная тема. И то как-то уже о ней говорят так, спокойно. К чему вот такое вот нивелирование, что ли, остроты темы может привести, на ваш взгляд? А вы знаете, вот у нас сейчас идет конфликт, самый крупный в Европе со времен 1945 года. Он чем вызван, на мой взгляд? На Западе пришли к власти люди. Вот я лично вспомню Гельмата Колли, например, канцлера ФРГ. Ну, и тогдашнего министра иностранного дела ФРГ Геншера. Они не были никакими, естественно, коммунистами. Но эти люди прошли войну. И они были готовы сделать все, чтобы это никогда больше не повторилось. То есть страдания они ощущали сами, да? Они жили в то время. И как и наше руководство, советский, вот тот же Брежнев, который был ранен на малой земле, его едва спасли, там, да, его выкинул взрывной волной с катера в ледяную воду. Еще 5-10 минут и все. Поэтому, а сейчас к власти, знаете, пришли такие люди, там, на Западе, для которых это все, правильно вы говорите, где-то далеко, там, какая-то компьютерная игра, что-то там зашел, посмотрел, кто там чего убивает. Знаете, напоминает советский фильм, вот, по Генри, «Королей капусты». Помните, там один переворот устраивал, да? Для него это была игра, только его солдатики гибли по-настоящему, да? Вот мне поэтому и жалко и украинский народ, ну, и, естественно, наш тоже, потому что, ну, вот сидят люди, для которых там человеческая жизнь, здесь вообще ничего не стоит. Для них это компьютерная игра. Они в ней считают, что они никогда не погибнут, их это никогда не затронет. Насколько погибнет там где-то далеко людей? Ведь, понимаете, помню, доходило, да что, французские туристы на чемпионат мира Европы или Европы по футболу 2012 года, они прилетели в Бухарест и говорят, а где тут у вас Киев? И говорят, как, ну, чемпионат был, по-моему, в Польше, в Украине. И говорят, какой Киев? Это другая страна. А это разве, говорят, вот здесь Бухарест, это не Украина? Ну, вы представляете, вот уровень там сейчас людей, которые голосуют, которые принимают решения. Какая там Беларусь, ну, Россия, ладно, большая, знают, а Молдавия, предположим, для них это все вообще где-то на другой планете. Поэтому надо завязывать. Просто обращение еще раз к украинскому народу. Ну, все, хватит, надо останавливаться. И я думаю, вы вам можете мне не доверять, еще кому-то. Но Лукашенко пока, по крайней мере, ну, поправьте меня, пока своего слова никогда не предавал. Вот такого не было. Если он участвовал в каких-то мирных переговорах, вот тех же Минских, Беларусь от своего слова не отступала. И мест прилетал. И Меркель, я помню, та, которая до этого была. Ей никогда, там, к последнему диктатору, не, не буду. Почему? Потому что знают, что он сделает. Поэтому давайте так, дорогие наши украинские товарищи, выходите на контакт с Беларусью, надо обсуждать. За нами дело не станет. Россия неоднократно говорила, что к мирным переговорам она готова. Ну, вот чаша терпения украинского народа, она еще не переполнилась, мне кажется. Ну, судя по тому, что мы видим со стороны. Мы не так с вами погружены во внутренние процессы. Мы только видим то, что есть какая-то верхушка, которая управляется, в общем-то, извне. И она отстаивает интересы не своего народа, это тоже очевидно. А украинский народ, да, я понимаю, что много миллионов уехало, но все равно ведь большинство-то осталось. Как вы думаете, ну, это же тоже, и тоже их надо знать, это же ребята такие лихие, я бы сказал. И если там развернуться в другую сторону, мало тоже никому не покажется. Вот эта вот точка, она близка, на ваш взгляд? Видите, у них активно работала пропаганда на что. Вот сейчас будет контрнаступление. Говорили там, Запад обеспечивал нас. Ну, Запад действительно подготовил 9 бригад. Ну, считаем, по 4,5 тысячи, ну, под 50 тысяч человек. Я думаю, что где-то две трети этих бригад обеспособно сейчас уже потеряли. Ну, в результате вот наступление, которое идет с 4 июня, то есть идет уже 5 недель. Резервы у них еще остались, но их мало. То есть, считалось как, с Западным оружием мы там в 2-3 дня, они думали. И рассказывали своим людям, дойдем не то, что там до Мелитополя. Мы там и Симферополь возьмем, и Ростов-на-Дону, может быть, и прочее. Ну, сейчас понятно, что это не так. Что люди заплатили вот за эту самоуверенность руководство кровью своей. Не их, а своей. Понимаете, и сейчас, я думаю, еще пройдет несколько там дней, максимум недели, и все станет понятно окончательно. Потому что, понимаете, а сейчас там самолеты придут. А сейчас там кассетные боеприпасы придут. Мне, знаете, напоминает вот немецкое население где-то там ноября 44-го. Я сначала все думал, почему они так сопротивлялись-то тогда. Но мы уже Варшаву взяли, а им специальная пропаганда гестапо через систему слухов. Рассказывал про что? Про чудо-оружие. Что вот, нам еще там месячишко продержаться, и такое начнется, что мы этих русских там за Урал опять загоним. Мы сейчас не можем, конечно, сказать, что это за оружие. Но оно есть там. И вели люди в это, представляете? Вели даже до марта 45-го. Что вот, 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 вот. Ну, здесь тоже, понимаете, были танки «Леопард». Все, с танками «Леопард» возьмем Ростов. Нет. Танки «Абрамс», которые, кстати, заметьте, американцы на фронт почти не пускают. Боятся, что мы их захватим, это для них позор будет. Украинские экипажи роли не играют вообще, понимаете. Погибнут, не погибнут, бог с ним. Сейчас дайте нам F-16. Тогда мы точно. Так, и да, еще кассетные боеприпасы. Я думаю, сидят и думают, что вы еще-то. Товарищи на фронтах с той стороны, ну, месяц прошел. Я уже до этого говорил, что это контрнаступление будет иметь один только результат. Тысячи погибших с обеих сторон. Не надо этого делать. Все. Ну, хватит. Понимаете, получается, мы с вами что там, как какие-то кролики, что ли? Давайте испытаем на нас кассетный боеприпас. Потом объединенный Уран. Потом там еще что-нибудь. Ну, что же мы с вами, понимаете. Мы же великие народы. Киев, мать городов русских, не в смысле Российской Федерации. Общий корень всей нашей древнерусской народности, от которой вот потом, значит, образовалось три великих восточнославянских народа. Ну, что вы понимаете. Когда Киев процветал, и когда дочь Ярослава Мудрого была замужем за королем Франции, какая Америка была. Там бизоны бродили. Ну, и, кстати, Юрий Долгорукий-то, между прочим, он там в родстве был с английским королем даже. За честь тогда считали, понимаете, породниться с русскими князьями. И сейчас они на нас полигон, что ли, свои испытывают. Ну, хорош уже. Стадобища для нас с вами просто. Ну, история-то да, она ведь повторяется. Вот если так сначала вспомнить, то помните было, дайте нам системы артиллерийские такие, и мы все сделаем. Ну, дали. Дайте нам ракеты, дали их. Помните, хаймарсы, всех обсуждали эти хаймарсы. Сейчас про них вообще никто не говорит. Потом, а хаймарсов маловато. Надо более дальнобойные ракеты, более современные. И тоже дали. И что? Нужны были танки, леопарды. Нет, результат один. Получили леопарды, получили там брейдли, еще чего-то. Ну, и все. Ведь на самом деле ни на что не влияет. Ну, то есть, просто, вы правильно говорите, просто еще погибло больше людей. Вот и все. Я хочу просто обратиться через вас, может быть, к президенту Белоруссии. Не бросайте своих миротворческих усилий. У вас есть авторитет, Александр Григорьевич. У вас все хорошо получается. Я думаю, что миллионы людей на Украине смотрят на вас с большой надеждой. И вот почему-то я с вами согласен. Спасибо вам большое за этот разговор. Удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.